Библейский портал экзегет.ру представляет Рефрен царей, которые были угодны Господу, значительно меньше, чем тех, которые наоборот И напомню, что здесь история двух царств, издается параллельная такая хронология И они, естественно, не совпадают В одном умирает царь и появляется новый, в другом царстве продолжает царствовать Следующий, предыдущий, простите, а следующий появляется пока тот еще в первом царстве правит Поэтому тут такая чехарда немножко, если считать это подряд На 27-й год царствования в Израиле Яровама в Иудее воцарил Сазарий, сын Амации Когда он стал царем, ему было 16 лет, он правил в Иерусалиме 52 года Завидная судьба, кажется Имя его матери было Яхоль, а она была из Иерусалима Его поступки были верны в очаг Господа Он поступал во всем, как его дед Амации Только святилища на высотах не были уничтожены Постоянный рефрен, вот что с этими деревенскими святилищами делать, никто, кажется, не знает Народ там по-прежнему приносил жертву и воскурение Господь поразил царя, и до самой смерти он болел проказой Он жил в доме уединения, а вот и незавидная, оказывается, судьба Мы думали, как он долго живет на фоне этих людей, а жизнь-то не была счастливой А во дворце распоряжался и правил народом страны царский сын Йотам Прочий о делах Азария, которые он совершил, записан в летописном свитке царей иудейских Азарий приложился к праводцам, его похоронили с ними в городе Давидовом А вместо него царился его сын Йотам На 38-й год царствования в Иудее Азарии Воцарился в Израиле Захария, сын Яраваму Он правил в Самарии шесть месяцев Ну вот, стремительная чехарда, смена правителей И сейчас поймем, почему Его поступки были злом очаг Господа, как и поступки его праводцев Он не отвратился от грехов Яравама, сына Неватов, которые тот вел Израиль Но это постоянно говорится о первом израильском царе, который начал вводить эти языческие культы Против него заставил заговор Шалум, сын Явеша Он поразил его насмерть в Ивлеаме и стал царом вместо него Вот потому всего лишь шесть месяцев Прочий о делах Захарии записан в летописном свитке царей израильских Такое слово некогда изрек Господь еху Потомки твои до четвертого колена будут сидеть на престоле израильском Так оно и вышло Но всего лишь до четвертого Давида постоянно Шалум, сын Явеша Выцарился на 39-й год царствами в Иуде и Азарии Он правил в Самарии всего месяц Как вы думаете, почему? Да по ровно той же самой причине Против него выступил Менахим, сын Гадий истирца Отправился в Самарию Поразил насмерть Шалума, сына Явеша в Самарии Выцарился вместо него Прочий о делах Шалума Заговоре, который он составил, записан в летописном свитке царей израильских Менахим тогда устроил резню и в Тевсахе Перебив всех, кто был в городе и окрестностях Это самые тирцы, потому что они не приняли его к себе Беременным он вспаровал животы Такая дополнительная деталь Ну и вот люди уже за царский престол дерутся как угодно Вообще ни на что не обращая внимания На 39-й год царствование в Иудея-Азарии В Израиле воцарился Менахим, сын Гадий Он правил в Самарии 10 лет Его поступки были злом в очах Господа Во все его дни Он не отвратился от грехов Яровама, сына Неватов Которые тот вел Израиль Пул царя сирийский вторгся тогда в страну израильскую И Менахим передал Пулу тысячу талантов серебра В уплату за его покровительство Лишь будет держать за собой царство Менахим собрал это серебро со всех израильтян Со всех состоятельных людей Чтобы каждый передал царю ассирийскому 50 шекелей серебра Это первое ассирийское вторжение Но не последнее Ассирийца Уже возникает могучая их держава На севере от Израиля или Палестины И, соответственно, они в покое ее не оставят Тогда ассирийский царь ушел, оставив страну В прочих делах Менахима, которые он совершил Записаны в летописном свитке царей израильских Менахим приложился к правосам А царем вместо него стал его сын Пекахья На 50-й год царствования в Удее Азарии В Израиле царился Пекахья, сын Менахима Он правил в Самарии два года Опять совсем недолго Его поступки были злом в очах Господа Но не отвратился от грехов Яровама, сына Неватов Который тот вел Израиль Против него, что бы вы думали Снова все то же самое Составил заговор его видный воин Пеках Сын Ремарии И сразил его в Самарии Прямо во внутренних царских покоях Вместе с Орговым и Орье Ну, не очень понятно, это те, кто погиб Или те, кто участвовал в заговоре Но все равно мы об этих людях ничего не знаем При нем было 50 человек из Гелада Убив его Пеках, сам стал царем Прочие дела к Пекахье Обо всем, что он совершил Записано в летописном свитке царей израильских На 52-й год царствования Удей Азарии В Израиле выцарился Пеках, сын Ремарии Он правил в Самарии 20 лет Да, вот чередуются те, кто хотя бы 10-20 И те, кто совсем недолго Его поступки были злом в очах Господа Он не отвратился от грехов Яровама, сына Неватов Который тот вел Израиль Царствование Пекаха в Израиле Второк, кстати, Глад Паласар, ассирийский царь И захватил Ион, Авел, Бетмахия, Яновах, Кедыш, Хацор А также Гелад, Галилею, Странон и Фалимова Ну, в общем, значительную часть Примерно половину этого царства Жителей он вел изгнанниками в Ассирию Ассирийцы практиковали эти переселения народов Ну, вот, мы знаем, в 20 веке в СССР это практиковалось Для чего? Для приведения их к покорности Народ, живущий на своей земле, он достаточно независим, самостоятельен Знает эту территорию и легко может поднять восстание Если его угнать подальше, он там полностью оказывается зависим и беспомощен Хоше сын Аллы составил заговор против Пекаха сына Ремалии Уже они не меняются, северные цари сами собой только через заговоры убийства Поразил его насмерть и воцарился вместо него на 20-й год царствования в Удее Иотама сына Азари Прочий о делах Пекаха, обо всем, что он совершил, записанном в летописном свитке царей израильских На второй год царствования в Израиле Пекаха сына Ремалии в Удее выцарился Иотам, сын Азарий Он стал править в возрасте 25 лет и царствовал в Иерусалиме 16 лет Имя его матери была Яруша, она была дочерью Цадока Его поступки были верны в очаг Господа, он поступал во всем, как его отец Азарий Редкий случай уже Только святилища на высотах снова и снова не были уничтожены Народ там по-прежнему приносил жертвы и воскурения Иотам построил верхние ворота Господнего храма Какие-то дополнительные ворота, ничего не знаем подробно Прочий о делах Иотама, обо всем, что он совершил, записанном в летописном свитке царей иудейских Не дошедшим, конечно, до нас В те дни Господь начал насылать на иудея войска Рицина, царя Арамейского и Пекаха, сына Ремалии Рицин – это царь из Дамаска А Пеках – царь, соответственно, в Самарии И вот на них сверху давят Осирия С севера, а они, в свою очередь, давят на иудея Иотам приложился к правоцам, был похоронен с ними в городе правоца Давида Вместо него воцарился его сын Ахаз Немножко уже все это утомляет Но интересно то, что мы подбираемся к истории, которая касается пророка Исаии Вот, собственно, здесь мы на пороге этой самой истории И мы с ней еще встретимся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok